всем привет с вами кекс и сегодня я хочу с вами поделиться одним из самых лучших своих рецептов своих так сказать изобретений это будет торт у меня сникерс сейчас вы на экране видите я начинаю делать один из кремов которые входят в мой рецепт это вот такой себе карамельный крем он довольно похож на крем который вы у меня видели в видео это творожный только основная заварная часть его она карамельная и вот такая густая карамельную часть мы готовим так нам нужно 300-350 миллилитров молока одно яйцо 2 столовые ложки без горьки крахмала и две муки сахар почему пишу по вкусу потому что где-то ложки 3 столовые я ложу сахара в кастрюльку и ставлю ее на огонь не совсем на большой такой чуть ниже среднего и жду пока у меня полностью растворится сахар и пока он у меня превращается в карамель он растворяется и начинает приобретать такую янтарную и запах у него своеобразные именно карамельный получается это вот реально где-то ложки 3 выложите не больше и пока у вас вот это все растворяется я в микроволновку ставлю 250 грамм молока и она у меня разогревается не кипятится но разогревается до довольно горячей температуры это молоко когда я добьюсь того янтарного цвета который мне нужно то есть не совсем светло-желтый но вы увидите а когда он уже коричневеет вы не бойтесь это придаст нашему крему именно вот этот карамельный запах и карамельный вкус я это молоко бухаю сразу все туда сахар начинает карамелизироваться покрывается коркой все пенится все все шипит и молоко немного испаряется поэтому я писала именно в рецепте 300 грамм потому что в конце получается чуть меньше это все выкипать немножко когда вы влили туда молоко пока она там у вас закипает пока все это вы это помешиваете и у вас растворяется это карамель в молоке и получается такое карамельное молоко и вы отдельно уже взбиваете как на заварной крем яйцо и еще 50-100 грамм молока с мукой и с крахмалом и потом эту текстуру уже вливаете и кипятите и варите заварной крем здесь вы видели как я взбивала 150 грамм масла и по ложке добавляла в этот весь заварной крем то есть точно так же как мы делали творожный масло и заварной крем были одной температуры следующее что нам надо сделать в сникерс обязательно как вы знаете идет арахис здесь у меня арахиса я покупала ровно 200 грамм арахис я хорошенько поджарила вы видите он такой не светленький а такой тоже симпатичный и пахучий я этого тоже не боюсь потому что я буду сейчас его измельчать и никакие там крупинки не будут сильно большими то есть не будет чувствоваться что мой арахис там чуть-чуть может пережаренный хотя он не пережаренный очень вкусный и эти 200 грамм нам полностью не понадобится здесь я буду их оставлять на два тортика то есть на один торт диаметром 24 24 по моему сантиметра мне нужно 100 грамм арахиса но так как зимой эти торты очень популярны и очень популярны я сразу взяла себе на два тортика то есть у меня следующий буквально на следующей неделе у меня следующий такой тортик поэтому я измельчаю скалкой где-то мне попадается чуть-чуть покрупнее где-то совсем крошка и это очень очень хорошо где-то чуть-чуть будет попадаться на зубок и чувствуется что это арахис и при этом будет такая нежная арахисова и так пахнущая вообще кремовая текстура нашего крема это будет все класс шики вообще я визуально так делю свою часть то что я измельчала на две половинки одну которую из них я сейчас всыплю в крем а вторую оставлю соответственно на следующий тортик этот торт у меня идет с двумя видами крема это сливочный крем который может помните в предыдущем видео я отсняла как я его делаю то есть тоже там ничего сложного кто не видел зайдите посмотрите там все очень просто рассказывая и туда идет можно шоколадный бисквит тоже шоколадной кибетки я вам это видео тоже снимала но сюда у меня люди попросили именно ванильный бисквит его рецепт вы тоже можете найти у меня на видео или перейти по ссылочке сверху вот вы видите на самом деле арахиса нужно немного буквально вот с кулачок измельченного арахиса вот на торт уходит то есть на самом деле это одета гривен на 10 арахиса на целый торт следующее изобретение лично моё я для себя делала первый раз тортик и добавила туда такую кубиками нарезанную вафельку и это казалось так вкусно в этом тортике что я решила добавлять ее во все свои сникерс торты здесь у меня артековские обычная вафля можно взять ореховую можно взять любую которая вам нравится если это артековская то она довольно широкая и вы ее делите на три части а потом кубиками режете по полсантиметра если это обычные вафельки то вы их делите на две полосочки точно также рубите сильно измельчать не нужно они очень вкусно когда попадаются в тортике это реально очень прикольно их не специфический привкус очень схож именно с батончиком с вот этим и поэтому такой придает именно аромат и вкус именно сникерсом здесь я вот перемешиваю свой карамельный крем с вафелькой и с арахисом и получается у меня один крем и соответственно в холодильнике меня ждет мой другой крем это взбитые сливки можно взять сметану особенно если домашние это тоже очень круто о как пахнет обалдеть домашнюю сметану я до этого использована сейчас перешла на сливки здесь вы видите я буду разрезать здесь у меня бисквит на 6 яиц на форме 24 сантиметра этого мне хватит абсолютно на целый торт вы видите какой мне красивый бисквит я же говорю рецепт его есть у меня видео то есть кто не видел можете пожалуйста перейти посмотреть и удивиться насколько это вкусный и ароматный торт очень многие люди его хвалят так что попробуйте не ошибетесь он пористый красивый воздушным вы видите там и большие и маленькие порки и он полностью пропечен и ничего влажного не забудьте что ваш бисквит после выпечки должен обязательно отстояться как минимум остыть и часок-другой это точно он должен просто постоять холодным эти порки становятся чуть-чуть плотнее и он не осядет у вас не упадет ничего но я очень часто их пеку на ночь и и оставляю он у меня так стоит всю ночь он не бойтесь он у вас не подсохнет ничего для пропитки я очень часто используюсь вот таким пульверизатором это очень удобно и равномерно распыляется но здесь что-то у меня по моему сломался пульверизатор и просто видите он вообще не качает жидкость он просто не хочет у меня пшикать я еще попытаюсь как-то этот корж ним до пшикать а потом наверное буду делать просто ложечка поливать потому что что-то вы видите он совсем не хочет у меня работать но это очень на самом деле удобно кто попробует вы поймете о чем я говорю то есть если вы польете просто это там дырочку пробьете в бутылке будете поливать или ложкой это не так удобно вот как с пульверизатора вы его набрали и так пшик 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 по всему тортику и у вас уже реально равномерно пропитанный тортик обязательно не с тортика чуть-чуть я смазываю кремушкой для того чтобы мой тортик не скользил по поверхности так как я сразу буду его собирать на подложке кто знает кто уже как бы кондитер и кто это чтобы не скользила никуда не двигалась моё вот не хочет моя работать пульверизатор совсем буду просто ложкой поливать и все смотрите у нас кто живет украина россия и ближайшие страны все знают что у нас не любят сухих коржей то есть если бы я просто взяла на этот корж положила крем и до свидания то мне бы сказали девочки вы чего а здесь у нас люди любят чтобы и вроде бы корж был пропитан и в то же время хрустящее что-то внутри было поэтому плюс вот этого крема который мы с вами сделали первым в том что там присутствует масло и так как мы туда добавляем орехи и арахис за счет того что там масляная основа в которую мы вбиваем уже заварную она не дает пропитаться соком заварной и в господи как это правильно вам объяснить не пропитывается жидкостью наша вафля и она остается такой же хрустящий в этом рецепте вы еще у меня увидите я не только использую хрустящую вафлю и арахис в этом рецепте я еще использую безе безе я не буду сильно углубляться как я его делаю то есть все абсолютно просто я еще конечно туда в безе добавила орешки но этого можно не делать у меня просто реально лишние были орешки думаю почему бы и нет безе я просто брала на два белка на один белок 50 грамм рюмочка сахара то есть на два белка 100 грамм сахара и я это все вместе сбивала в тугую пену по форме я смотрела приблизительно какой мне нужен диаметром коржик и делала вот такую вот лепешечку просто отсаживалась кондитерская мешка или ложечкой вот и выровняла чуть-чуть насколько могла сверху и все и это поставила в духовку и она у меня где то при температуре до 100 градусов стояла где-то минут 20 может быть где-то до минут 20 я выключила духовку и она у меня осталось остывать это обязательно не забудьте она осталась у меня остывает при выключенной духовке до самого утра можно ну просто принцип того что она должна просто остыть именно в духовке иначе она Но будет конденсат садиться, если вы достанете горячую лепешку, садит конденсат с воздуха и оно у вас станет мягкой сверху. То есть это неправильно. Сейчас вы видите, что я растопила ганаш, которым я покрываю торт под мастику. Зачем я это еще раз делаю? Зачем мы покрываем вообще ганашем под мастику? Что бы что, у нас крем, если будет проходить, не контактировал с мастикой и она у нас не отсырела и не потекла, то есть не увлажнялась. Точно так же и принцип того, что я покрываю этим безе. Я покрываю безе и в безе не попадет никакая влага, так как наверх у меня будут сливки. И вдруг какая-то влага еще с того крема выделится, который у меня внизу. То есть влага туда никуда не попадет и у меня получается абсолютно хрустящий корж и при этом пропитанный и сочный и крем и бисквит и при этом хрустящий безе. Ну то есть людей это вводит ступор, как так, это так вкусно и хрустящее и сочное, прям ну нет слов. Я уже очень много выслушала приятных отзывов по поводу этого тортика и поэтому очень часто его готовлю. Те, кто видели, как я взбиваю сливки, вы видите, я здесь взбивала 300 грамм сливок у меня и половину порции ровно я выкладываю наверх. Так как у меня еще ганаш не совсем застыл, я стараюсь по-аккуратненькому, чтобы не повредить структуру моего шоколада, чтобы туда не просачивалась никакая для безе жидкость. Аккуратненько, просто распределили, без всяких проблем, ложечкой разровняли и сейчас нужно нам пропитать второй ярус бисквита, он у нас ляжет наверх. Тортики я отставлю, чтобы вам было больше видно. Не забывайте никогда пропитывать бока торта. Боковушки торта очень часто люди жалуются, что они получаются сухими и поэтому у меня никогда нет сухих боковушек. Я всегда вот так вот по чуть-чуть хотя бы, оно там дальше еще дойдет, оно доберет эту влагу, которая внутри бисквита. Но если вы отдельно не пропитаете боковушку, то она не наберется такой сочности и будет боковушка сухая, а серединка влажная. То есть это уже невкусно. И я обязательно, вот вы видите, буквально по чуть-чуть, по чайной ложечке, вот так вот на 5-10 сантиметров я растягиваю. Аккуратненько, вот если бы был у меня пульверизатор, это конечно было бы побыстрее, но что имеем, то имеем. Можно и так, и вы видите, что нет никаких проблем для тех, у кого и нет пульверизатора этого. То есть пропитывайте весь тортик. Я еще очень люблю, чтобы был пропитан коржик и с одной, и с другой стороны. Я не хочу заливать коржик сверху, не пропитывая его при этом снизу. То есть бисквит, он очень хорошо втягивает влагу, и бывает такое, что внизу получится коржик сухой, а сверху такой очень-очень жидкий, прям как тестообразный такой. Это тоже не очень вкусно. Поэтому я по чуть-чуть снизу, по чуть-чуть сверху. И так получается намного вкуснее. У меня где-то уходит пропитки моей, где-то 350 грамм на бисквит, вот и на 6 яиц 24 сантиметра. То есть на весь торт у меня уйдет где-то 350 миллилитров сиропа. У меня здесь сироп немножко с коньяком и немножко с амаретто. То есть я в горячий еще сироп, точнее в кипятке я развожу сахар, добавляю туда коньяк и амаретто. И пока оно горячее, под воздействием температуры, алкоголь в принципе выветривается. Но интересный приюкус остается. Можно делать абсолютно без этого. Можно пропитывать просто сладкой водичкой, но обязательно сладкой. Не вздумайте пропитать просто водичкой. Пока я тут оговорила, вы видели, я все это пропитала. И сейчас я выкладываю половину оставшуюся своего карамельного крема с орешками и вафелькой. Очень вкусный крем, очень пахнет, прям хочется его облизывать, но нельзя. Все людям, ничего себе. Разровняем. Все точно так же повторяем, как мы делали первый раз. Вы видели, бисквит я нарезала на три части. Этого абсолютно достаточно для целого торта. То бишь у меня две прослойки. Поэтому я как бы равномерно разделила два крема на две половины. Можно делать без сливочного крема, без сметанового. Ну, смотрите, как вам нравится. Здесь, вы видите, у меня там чуть-чуть не хватило, и я не делала второй коржик. Так как я пекла в духовке, у меня в духовке не хватило места, чтобы сделать два коржика именно круглых. И поэтому я сделала один коржик круглый и сделала вот такие вот маленькие штучки, которые я разложу по кругу, маленькие безешки. Ну, вроде и хрустеть будет, вроде все классно. Ну, но не круг. Ну, ничего страшного, все равно будет очень вкусно. Так, о чем я уже вам сказала? О том, что этот бисквит очень сильно у нас любят. Точнее, не бисквит, а именно вот этот торт. Он у нас реально очень популярен. И все уважающие себя кондитеры используют, может, не такой рецепт, может, у каждого чуть-чуть он свой. Некоторые используют с песочными коржами, которые наверх выкладывают безе, и вместе это все выпекают, сушат в духовке. Там оно что-то подрезается, все крошится. И при этом, ну, вот скажите, вот, ну, не любят у нас люди на песочных коржах безе и масляный крем, и это так прям, ну, как-то так. А здесь будет это не жирно? За счет того, что я, как бы вы видели, масло один к двум взбиваю. Взбиваю, то есть, одна часть масла на две части заварной основы, то бишь, масло получается реально жирностью где-то в 35%, сливки у меня жирностью в 30%, то есть, все на самом деле не очень уж и жирно. То есть, это не совсем масляный крем, поэтому, поэтому получается очень вкусно и не очень жирно. Ну, на попке все равно остается слегка. Я, по себе говорю, будучи кондитером, очень много уж веса набрала, но мы сейчас не об этом. Вы видели, я уже закончила и накрыла верхушечкой моего бисквита. У меня в бисквит был капельку с горбинкой. Ну, эта горбинка, на самом деле, была вообще незаметна, но чуть-чуть вот есть. Но я учитываю, что я поставлю немножечко под пресс, и эта горбинка у меня сама по себе сядет, поэтому я ее не обрезаю, ничего не делаю, это пускай у меня остается такая ровненькая, красивая верхушечка. Вы будете, она золотистая, приятная. У меня было вот такое кольцо, я его недавно приобрела, сегодня просто пользоваться очень круто. Вы можете вообще без него, но так как я буду выравнивать под мастику, и я понимаю, что с этим кольцом будет удобней, я вот так вот ставлю, вы видели, накрыли, и поставили под пресс где-то на полчасика, чтобы у нас чуть-чуть оно осело, устаканилось, и мы могли уже окончательно выровнять наш тортик. Вы видите, уже нету этой горбиночки сверху. Я по бокам пройдусь ножиком, потому что могло приклеиться слегка к стенкам, и если я сейчас потяну за кольцо, чтобы его расставить, то может потянуться мой корж. А так я прошлась, и оно у меня все отлично у меня встало. Вот. Зачем я его ставила под пресс? Потому что какой-то воздух остается между коржами, там между безе, и мне нужно, чтобы все это село, и все это вышло, и потом это не начало осаживаться, когда я уже выровняю торт, и мне это совершенно не нужно. Сейчас я подровняю кремушек, который у меня где-то повылазил, и я его или просто намазываю сбоку, или может где-то чуть-чуть намазываю наверхушку, если совсем его много. Но здесь я вижу, что у меня немножко в нижнем слое получается там проблески безе вот моего в шоколаде, и я туда его как бы этот кремушек и опускаю, который вылазит. Очень много вопросов приходит именно потому, как я полностью делаю свои торты, поэтому решила отснять для вас специально, уже полностью с выравниванием, совсем, чтобы 10 раз не отвечать на эти вопросы, а просто лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. У меня здесь, я уже тоже рассказывала об этом, про картошку, пирожное, на видео, где я выравнивала тортик капусту, может кто смотрел. Здесь у меня просто крошка из бисквита, кстати, у меня там была частично шоколадная крошка, частично ванильная, поэтому слегка коричневатый цвет такой получается, потому что там был шоколадный корж у меня немного. и смешиваю с кремом, частенько я туда добавляю и заварной крем, который у меня остается от крема, который не ушел у меня в масло, и потом надо туда добавить тогда кусочек масла, или добавить именно туда масляный крем. Почему? Потому что эта крошка, нам надо сделать, чтобы она стала влажной, я причем туда добавляю слегка сиропа, для того, чтобы я могла растереть эту крошку, и она стала мелкая. Ну, посмотрите видео, там у меня есть про выравнивание торта, я там чуть более подробно об этом говорю. И для того, чтобы она у меня размягчилась, я хорошо растеряла, я туда добавила получается сироп и крем. И хорошо это вилкой, между вилками это очень хорошо делается, то есть там вот эти дырочки, и оно хорошо растирается. И вилкой я просто сижу, может, минуты 3-4, я разминаю эту крошку, и она у меня превращается в такую пастообразную структуру. Надо сказать, что эта структура должна быть довольно густая, но при этом не сильно, чтобы она у вас не отпадала, а как мазалась, как такое с холодильника масло, я бы сказала. Вот такая вот она должна получиться. Вы видите, я пока очень долго разговаривала, вы видели, как я начала выравнивать торт. Я беру понемножку и растягиваю это, и выравниваю, закрывая все частички между кремом и коржом, чтобы у меня оно потом, во-первых, нигде не вылезло, во-вторых, это сэкономит мне намного, очень намного мне сэкономит выравнивание шоколадом, так как я всегда выравниваю шоколадом, а не маслом свои тортики. Ну, не шоколадом, а шоколадным ганашем. Поэтому я как бы ними воспользовалась, когда безе покрывала. Это очень-очень мне сэкономит. И чем лучше вы выравняете сейчас, тем красивее будет смотреться ваш тортик. Пирожная картошка очень полезная штука для кондитера. Еще мы ее так называем кондитерская шпаклевка. Сейчас я покажу, как делать верхушку и острые бока у тортика. Посмотрите, я беру и похожими движениями, как будто вы там масло с ножа на бутерброд делаете, то есть об боковушку вы снимаете эту картошку и расстегиваете по краям. Тем самым делая такую, не горбинку, а как бортик такой небольшой, буквально там пару миллиметров бортик. Этот бортик потом, я сейчас покажу, вы вот так вот стянете в центр, и у вас получится острый край, то есть острый красивый торт, а не такой округлый. Это большая проблема у некоторых кондитеров, и я ее решила вам рассказать, как это лучше всего избежать, и как это у вас может получиться. Все очень просто, но надо просто знать для этого некоторые нюансы, которые я вам именно и хочу рассказать. Ну, собственно, продолжаем выравнивать наш тортик, тут дальше все по принципу тому же самому, никаких новшеств не будет. выравниваем, выравниваем, где-то подтягиваем, где-то я смотрю, у меня лишнее на боковушке, я так провожу, и оно у меня снимается и отлично выравнивается. Мне надо добиться довольно однородной такой стеночки, чтобы она была у меня не как кирпичная кладка, а как гладкая шлифованная стена. То есть это будет красиво для моего тортика. К сожалению, здесь у меня часть видео была пропала, ну, не там, где я подготавливала, а там, где я уже украшала тортик. Это уже дальше я вам расскажу. Смотрите, верхушечку я тоже всегда покрываю, пускай там будет слой намного тоньше, просто буквально символически это будет слой, но это очень-очень сэкономит количество шоколада, которое у меня уходит. Очень. Так как пирожное, картошка закрывают все порки, которые есть в бисквите, и в него не впитывается больше шоколад, так как оно само по себе уже идет довольно влажное, и там есть масло, и шоколад туда не впитывается, он просто ложится на него сверху и выравнивает, как бы, верхушку. А если этого не сделать, то шоколад может впитаться в сам корж, до того, как он застынет. И этого же нам не нужно, нам нужно, чтобы все было и красиво, и экономно, как всегда. Там, где я вижу, где у меня чуть более осела частичка коржа, я вот добавила картошки, чтобы у меня верхушка была абсолютно гладкая и ровная. Следующее, что мы будем делать, мы уже будем выравнивать шоколадной основой, такой шоколадным ганашем. Я про него тоже рассказывала, там, где видео у меня про выравнивание торта. Это 50 на 50 сливки плюс шоколад. Я нагреваю сливки, почти довожу их до кипения, заливаю шоколад, и буквально через минуту я все это добро перемешиваю, и шоколад отлично расходится в сливках. Я здесь не сильно... А потом, кстати, это абсолютно без проблем, то, что у вас остается, я это складываю в баночку, ставлю в холодильник, и какое-то время это может стоять. Потом в микроволновке буквально секунд на 20 вы ставите, оно очень-очень хорошо расходится. Вот я здесь вижу, что я не сильно подогрела, и мне сложно работать, потому что первый слой я хочу довольно тонкой такой структурой положить. Я на 5 секунд буквально поставила, и оно у меня чуть стало более нежное, и мне легче с ним стало работать. С шоколадом я покрываю два раза, потому что, видите, оно получается, как бы такая цельная, но очень тонкая шоколадная полоса. А мне нужно добиться того, что... Простите. Мне нужно добиться именно того, чтобы эта стеночка у меня была довольно толстая, что когда я буду проходиться утюжком по мастике, она у меня не поломалась, и через нее не потек никакой крем, и это не соприкасалось с мастикой. Особенно, если у вас есть какие-то йогуртовые крема, или там сметаны, какие вы еще там можете делать, такие, что могут потечь. Ну, в общем, это вас спасет. Девочки есть, выравнивают шоколад плюс масло. Это тоже знаю, это тоже очень хорошо. Точно в таких же пропорциях. Это большой плюс, как бы ни шоколад, ни реагирует с мастикой, ни масло. То бишь, тоже очень круто. Девочки, которые выравнивают маслом плюс сгущенкой, я как бы это не люблю. Мне кажется, лучше с шоколадом. Мне даже кажется, что дешевле с шоколадом, и вкуснее с шоколадом. Сгущенка нынешняя сейчас не очень-то и дешевая, поэтому может даже с шоколадом сделать дешевле. Так что смотрите сами, как вам больше нравится. Но я же говорю, с шоколадом намного вкуснее. Шоколад я делаю по основе, как я делала и с пирожным картошкой, только я так сильно не набираю количество шоколада и так далеко не заношу на стенки. Я буквально ложу на край нашего тортика, растягиваю чуть-чуть, выступая за бока, и вот так подтягиваю потом вот это все. Но вы, в общем, лучше посмотрите, как я это делаю, потому что мне это очень сложно объяснить. Я стараюсь показать вам, чтобы вы понимали, как это все происходит. И здесь я вот покрыла один раз. Минут на 15 поставлю в холодильник, у меня этот шоколад быстренько хватается. И потом точно так же, таким же тоненьким слоем, я покрываю второй раз. Не буду вас мочить, просто это то же самое. Здесь у меня уже готовая мастика, который рецепт у меня, соответственно, уже подготовлен для вас в моих видео. Кто не смотрел, зайдите, посмотрите, или перейдите по ссылочке сверху. Я там все подробно рассказываю, как я делаю свою мастику. И я сейчас вам покажу, как именно я покрыла этот круглый тортик. Все дальше подробно расскажу. Здесь пока ничего такого, я просто раскатываю мастику в нужную толщину и в нужную ширину, которая мне нужна. Хочу просто сказать о том, что у меня я снимала-снимала, а на флешке закончились уже у меня мегабайты, и у меня недоснималось немного видео, а я продолжала там что-то рассказывать, и поэтому не отсняла, как именно я уже украшала свой тортик. Ну, я думаю, украшать вы все равно будете на свой вкус и цвет. Вот, и поэтому я вам основу покажу, как вам сделать, а украшения вы уже посмотрите, как сделать вам лучше. Будто у вас, может, будет что-то совершенно другое. У меня этот будет детский тортик на 3 кодика, такой с трактором и МНДМС. Фотографию я вам чуть позже покажу. Тортик я достала из холодильника. Слегка, если хотите, бока можно кисточкой или из пульверизатора опылить водой. Есть девочки, которые ставят в морозильник торт, тогда конденсат там сам по себе, и этого делать не нужно. Сейчас вы видели, я на скалку накатала мастику и накинула я наверх на торт. И по чуть-чуть, оттягивая и прижимая мастику к боковушкам, я выравниваю и делаю свой круг. Не обязательно натягивать настолько, чтобы выровнять это все за один круг, который вы вот так вот прокручиваете. Это можно сделать за два круга. Вот вы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по половинке боковушки тортика натягиваете, и у вас все растягивается оно, и оно покрывает целый торт. Потому что вы, если будете сразу натягивать, и у вас там где-то чего-то будет не хватать, может мастика, конечно, и порваться. Ну, я знаю, что у меня мастика моя очень хорошая, и у меня очень редко она рвется. Видите, у меня там слегка воздух загнался. Я вот сейчас проколю зубочисткой и затираю это просто. Там видно ничего не будет. Если у вас именно вот так вот попадает воздух под серединку и начинает гонять, вокруг он никуда не денется, его надо выпустить. А так как боковушки у меня приклеились, выбора другого нет. Надо дырявить, что же делать. Следующий этап, нам нужно обрезать нашу лишнюю часть. Для этого я беру утюжок и круглой частью вот так вот прокатываю, прижимаю тем самым к поверхности мою мастику. Я как раз получается и утюжком прохожусь еще раз, подравнивая боковушку, и при этом прижимаю и истончаю низ своей мастики, чтобы мне было удобно обрезать. Я желательно так прохожусь два круга, и потом у меня такой ножик для пиццы. Я прохожусь по своему стыку, его очень хорошо видно. Желательно только не берите тот стык, который ближе к тортику, а посредине этого стыка берите, потому что мастика может подняться слегка, и у вас получится дырочка. Лучше возьмите подальше, а потом подровняйте уже на самом тортике. Так будет намного лучше, особенно если делаете вы это не в 50-й раз. Простите, уже 20 минут говорю без умолку. Уже все, язык заплетается. Ну, собственно, вот мой выровненный тортик. Я вам сейчас покажу только фотографию, которая у меня уже готового тортика с трактором. А с вами был ваш кекс. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Надеюсь, что оно для вас было полезным. Присоединяйтесь ко мне в друзьях ВКонтакте. Буду рада видеть ваши фотографии с полученными знаниями у меня. Все, целую. Па-па-па-па! Субтитры сделал DimaTorzok